Матч между Барнаулом и Новосибирском привлекал огромное внимание. Сибирское дерби плюс заключительный матч года. Каждая команда рвалась за победой. Да, отвечу, что за это, наверное, и любят баскетбол. За вот эти броски красивые на последних секундах. Переводы к овертайм, решения на последних секундах. Это тот красивый баскетбол, который мы полюбили, который мы одержим. Первую партию выиграли хозяева, вторую – гости. И здесь начинается самое интересное. За пару секунд до конца встречи Злобин забросил трехочковый и сравнял счет в матче. С мячом, плотно против него Туманов, Свеженький, Злобин бросает и забивает Дмитрий Злобин. Что это было? 58-58 и команда отправились в овертайм. Я увидел, что Леша подбирает мяч. И у нас сейчас осталось время на атаку. Мы проиграли три очка, не было времени идти под кольцом, можно было бросать. Я услышал, что их тренер включится, чтобы они фарили. Поэтому получилось обмануть защитника и бросить трехочковых. Как говорится, то, что мы любим, случается дважды. По занавесу овертайма Мартынов снова спас Барнаул. Бросив трехочковый за четыре секунды до конца, сравнял счет. Мартынов, Мартынов и забивает Александр Мартынов за четыре секунды до завершения первого овертайма. Болельщики было подумали, нас ждет второй овертайм, ведь до конца четыре секунды. Но с этим не согласился игрок Новосибирска Александр Лавников. Он сделал бросок из-за дуги одновременно сиреной. Там, кого защита не успела взять, прихватить от получения, кому можно, в принципе, вообще этот мяч хотя бы доставить. Он сразу разворачивается, пуля летит на кольцо и пытается хотя бы его успеть бросить. Это вообще просто, это баскетбольный бог просто улыбнулся нам. В турнирной таблице после этого поединка Новосибирск обогнал Барнаул на одну позицию. Наши расположились на десятой строчке. Следующий матч алтайские спортсмены проведут 10 января в Уфе. А на родном паркете Наши сыграет 17 января с куполом родники из Ижевска. Дмитрий Дроздов, День с толком.